Здесь, в музее Марселоне, как именно это разрабатывалось, примерно в таких же. Здесь везде примерно площадь экспозиции похожая на нашу. То есть мы ограничены здесь площадью по понятным причинам. Так вот, здесь у нас график, то есть где-то этаж у нас 480 квадратных метров, там у нас 79 квадратных метров, и подвал 103 квадратных метров, который будет использоваться для мультимедийных, то есть там и по свету, там более темно, будет для эмиссивной технологии использоваться. Так, что у нас есть фойе, у нас касса со шкафчиком, блокер, который там будет. Кафе на 100 квадратных метров, будет обязательно музейный магазин, также санитарные комнаты и непубличная площадь для работников. И техническая часть, которая будет занята на 100 квадратных метров. Сейчас мы перейдем к архитектурному подходу. Как у нас будет доступ обеспечен к музею. То есть люди сначала приходят сюда, на флиги, они здесь могут сдать свою одежду, купить билет, и дальше перейти с позицию. В холодное время года, если они сдают во флигеле одежду, идет дождь. Есть два варианта. Один будет ломфер внутри. Если это холодное время, если это летнее, то весеннее время, то заняты. Спасибо. У нас здесь несколько входов, то есть можно отсюда зайти и сбоку тоже. Здесь общая идентичность, конечно. Опять же, про лифт, о котором мы говорили, или низкие лестницы. Мы могли использовать поднятие инвалидных колярж по лестнице, но лестница очень узкая, и она не подходит под стандарты, которые можно поднимать. Поэтому здесь вынуждены были ставить лифт. Опять же, очень внимательно здесь. Так, сейчас мы приходим к флигелю, да, о котором мы говорили. Здесь будет спут-офис, у нас будет касса, у нас будет входная зона лобби, где вы можете посидеть, почитать. Здесь будет, получается, это складная, складные помещения, это магазин, это система сигнализации, офисы охраны, а также кафе, который также будет, как внутри, так и стороной, чтобы лебедить не дриют. Здесь, если мы на самом деле, будет это обеспечено. Так же, здесь и староты должны быть смотреть. А, они это будут, да? Да. Вот здесь. Так, это вот консерция флигеля, как мы будем выглядеть. Это наш подвал, да, здесь какие-то комнаты будут использованы под техническую часть, какие-то комнаты будут использованы под экспозицию. Опять же, ещё раз повторяю, здесь будет, ну, инерсивная, более современная история, которая будет рассказывать о истории Ташкента, в разных интересных вещах, но в электронном и мультимедийном формате. Это план первый, план, архитектурный план первого этажа, архитектурный план второго этажа, который у нас много меньше, конечно же. Суда, к сожалению, доступ людям сегодня ещё невозможно распроизможен в связи с подъясницей. В принципе, здесь будут предусмотрены либо офисы здесь, либо какие-то секретные комнаты с дополнительными интересными стенами. Это секции общего музея, да, это же западная часть, восточная часть. Дальше здесь используется вот это название Дэвида Чипперфилда, используется как примеры стадии разных других музеев. Сейчас мы перейдём к экспозиционной части. Именно какая текучесть и какой будет поток у птиц и музея, да? который в recomend��ании Кемп 56 лет. Мы очень любхи настоящих всем,